Катынский тупик Документальный историко-публицистический фильм В центре печально известные массовые расстрелы польских военнопленных в Катынском лесу в 1940-м, а по другой версии в 1941 году На каждом новом повороте европейской истории именно эта трагедия интерпретируется в зависимости от политической, а также и геополитической конъюнктуры От Геббельса, позднее Папы Римского и Анна Павла II, до Качинского и, в первую очередь, ее антисоветская, антироссийская и русофобская составляющие С одной стороны, все принципиальные документы, а также версии их возможной фальсификации в основных вариантах достаточно хорошо известны Хотя остаются засекреченными несколько томов расследования, которые проводила Генеральная Покуратура России С другой стороны, новых документальных свидетельств уже вряд ли стоит ожидать, так как огромный массив документов по этому делу был, возможно, сознательно уничтожен, в том числе и по решению советского руководства А что-то было также возможно и сфальсифицировано Но есть еще и третья сторона вопроса Ее именно внешне политический и крайне отягощенный контекст российско-польских отношений, а также их исторический фон Еще от смутного времени и Отечественной войны 1812 года до Советско-Польской войны 1920-го и позднее катастрофы самолета президента Леха Качинского под Смоленском 10 апреля 2010 года Пришло время окончательно отбросить партииные конъюнктурные соображения и взглянуть в лицо вечности Вопрос захоронения поляков сильно политизирован И политизация эта началась в 1943 году и начал ее Геббельс Создав комиссию, международную комиссию, которая занималась раскопками и обвинила Советский Союз в расстреле поляков Это не место для политизации Это место отдания памяти людям, погибшим в смутное время Необходимо продолжить поисковые работы, в том числе на территории Мемориала Медная Мы хотим добиться правды в истории Не нужно здесь играть на костях и политизировать Здесь, на Мемориале, мы видим тысячи табличек с именами польских офицеров Но на самом деле идентифицировано только 16 человек И мы их видим здесь Необходимо продолжить поисковые работы, чтобы добиться исторической правды Потомки польских офицеров, пропавших без вести на территории России, Украины или других стран Будут заинтересованы в том, что мы найдем их останки Польские власти нас постоянно призывают к правде, к покаянию, к раскрытию преступлений Что же вы переписываете страницей Второй мировой войны? Что же вы все ее переделываете? Уже дойдя до того, что отрицаете саму победу великую Мы не сносим памятники советским солдатам Несколько сот тысяч которых полегли в польской земле Мы не переписываем историю Недавно мы получили очень интересную информацию Я вам рассказываю, как из первых уст Еще никто эту информацию, наверное, и не знает Более 360 поляков, которые считаются захороненными в Катыни Они были живы еще после войны И проживали они на территории Советского Союза Я думаю, что вот такая информация Для многих польских семей будет очень интересна И я хотел бы, чтобы в расследовании вот таких Приняли мы совместное участие Это благородно Это правильно Тем более для верующих людей Катынский тупик Документальный историко-публицистический фильм Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова